Добрый день дорогие друзья! Вы на канале sibdroid.ru и сегодня мы откроем главную тайну. Что же лучше, OnePlus 3T или OnePlus 3? Поехали! Но перед тем как мы начнем, советую посмотреть обзор на каждый из смартфонов. Ссылки есть в описании. Итак, 2016 год для OnePlus выдался знаменательным. У них выходит OnePlus 3, который всех поразил, и следом у них выходит OnePlus 3T, который еще больше всех заинтересовал. И раз уж это сравнение, то начнем с самого очевидного. Это внешний вид. Самое главное изменение это то, что OnePlus 3T стал более темный, но при этом не потерял своего лоска и шика. Во всем остальном он не изменился. Ни одна кнопка, линия или бегунок не ушли со своего положенного места, что как по мне является плюсом. Лицевая сторона в своих характеристиках не изменилась. Это все тот же 5,5 дюймовый экран с разрешением Full HD и AMOLED матрицей. Наиболее явным же изменением стало железо. Я имею в виду всю внутреннюю подноготную. У OnePlus 3 данные таковы. Snapdragon 820, Adreno 530, 6 гигов оперативки и 64 гига встроенной памяти. OnePlus 3T хоть и изменился на пару цифр, но зато каких. Это Snapdragon 821, Adreno 530, 6 гигов оперативки и 64 либо 128 гигов встроенной памяти. И на что же повлияли эти изменения? OnePlus 3 был и так достаточно быстрым и мощным и мог справиться с любой задачей. Но 3T стал еще более совершенным. Это заметно и в играх и в повседневной работе. Да, прирост небольшой, примерно процентов 10 или 15. Но уже это повлияло и на другие показатели системы, в их числе батарея. У OnePlus 3 батарея была 3000 мАч и многие пользователи жаловались, что ее не хватает и до конца дня. Но при этом абсолютно все восхваляли его быструю зарядку, которая могла чуть больше, чем за час, зарядить ваш смартфон полностью. В случае с 3T ситуация изменилась в лучшую сторону. Смартфон стал держать заметно больше. Во-первых, здесь сказалось увеличение батареи до 3400 мАч. А во-вторых, отличная оптимизация процессора, оболочки и других комплектующих, что в совокупности дало поразительные результаты. 3T при одинаковой загрузке стал держать примерно на пару часов больше. Но вот быстрая зарядка у него немного уступает. Если OnePlus 3 мы можем зарядить за 1 час и 10 минут, то для зарядки 3T нам потребуется 1 час 20 минут или чуть больше. Но это и понятно, ведь батарея увеличилась. Поговорим про камеры. Основная камера у смартфонов одинаковая. Это Sony IMX 298 на 16 мегапикселей. Но при этом камера у 3T выглядит более завершенной. Цвета насыщеннее и естественнее. Шумов стало меньше, да и качество изображения смогли поднять. А вот основные изменения пали на фронтальную камеру. Вместо 8 мегапикселей OnePlus 3 в 3T поставили 16 мегапиксельную камеру. И знаете, никакого мыльца я не увидел. А даже наоборот, все четко и естественно. Волосок к волоску, да и четкость при этом не страдает. Но больше всего она мне понравилась в видеосъемке, что конечно же актуально в наше время. Съемка в формате Full HD выдает качественную картинку, стабильную и полную правильного света. Возможно все так после очередного обновления. И в связи с этим советую всем остальным, кто раньше сетал на камеру, обновить свой девайс. Последнее, что вскользь упомянул, это оболочка. В третьей версии изначально шел шестой андроид с оболочкой Oxygen OS. У 3T версия обновилась и стала седьмым андроидом. Допилили некоторые моменты, улучшили скорость самой системы и привнесли еще пару фишек, о которых я сказал в основном обзоре. Ничего особенного, но при этом стало работать еще приятнее. В завершении подведем итоги. Но перед этим хочется сказать, что те функции в смартфонах, что я не затронул, просто не изменились с прошлой версии. Итак, оба смартфона являются отличными. OnePlus 3 как учитель показал 3T, что можно улучшить, и тот сделал все, что от него требовалось. Определенно, 3T лучше, чем третья версия. Но если сейчас у вас на руках OnePlus 3, не стоит задумываться о замене на 3T. Но если вы выбираете между этими двумя девайсами, я советую вам взять 3T. И буду уверен, что вы не прогадаете, так как этого смартфона точно хватит еще на пару-тройку лет. И не забывайте, что вы можете приобрести любые смартфоны, которые у нас есть в обзорах, в нашем интернет-магазине. Тем более, что мы предоставляем для вас очень хорошую скидку. Все ссылки и подробности есть в описании. Спасибо вам, дорогие зрители, за просмотр. Надеюсь, вам очень понравилось, и вы не забыли поставить лайк и подписаться на канал. А с вами был Игорь и интернет-магазин Sildroid.ru. Пользуйтесь только качественными гаджетами. И до скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...